МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Любая экспедиция требует серьезной подготовки. В этом восхождении мы будем без какой-либо поддержки. В течение нескольких недель совершенно одни на всей горе. Поэтому подошли особо тщательно к подбору снаряжения, закупке продуктов и даже кухонной утвари. Теперь занимаемся сбором всего нашего барахла. А барахла у нас с Антоном Николаевичем очень даже немало. В аэропорту нас ждал сюрприз. Нам не разрешили взять с собой на борт вертолета мороженых кур. Без каких-либо объяснений и комментариев просто нет, нельзя. Пришлось изворачиваться и вовлекать в преступную группировку сочувствующих работников аэропорта. Маскировать курят как только можно. И в конце концов мясо протащили тайными кулуарами. Республика Непал. Анапурна, 8091 метр. Является десятым по высоте восьмитысячником мира. В переводе с санскрита – богиня плодородия. Входит в состав горного массива Анапурна, Гималай. Массив протянулся с востока на запад на расстоянии в 55 километров. Анапурна стала первым восьмитысячником, на который поднялся человек. В 1950 году успеха добилась французская экспедиция. Гора убийца, великая и страшная, самый опасный восьмитысячник мира. Уровень смертности среди альпинистов за все годы восхождений – 32%. Сразу после удачного восхождения и спуска на лыжах с Монослу в 2018 году мы решили продолжить проект и выбрали самую опасную, страшную и при этом красивейшую гору – Анапурну. Гору, внушающую страх, ужас и благоговение одновременно. Прошло и полгода, и мы добрались. Прекрасная погода, отличный пилот, за полчаса нас забросил. Это прекрасное место. А сколько ждали? А ждали-то, елки-палки. Но ты покажи людям-то, что вокруг. Вот она, наша богиня. В больших горах не бывает мелочей. И все снаряжение должно быть не просто подогнано и проверено. Оно должно быть в идеальном состоянии. Поэтому перед выходом мы проверяли все – от буров и крючев до видеокамер и прочего снаряжения. Базовый лагерь Анапурной на связи. Ждем погоду, ждем прогноз от вас. С утра сегодня дождь шел, зарядил хороший. Мы в день отдыха решили построить себе кухню. Алекс, Абрамов, спасибо клубу «Семь вершин» за предоставленную палатку. Мы ее, правда, использовали не совсем по назначению. Но дуги использовали и тент. Можно у вас тут погреться? Чаю попить? А то так хочется кушать, что переночевать негде. Нас уже ждет яичница. А здесь, в леднике, у нас магазин, мясная лавка. Поскольку приехали мы довольно долго, запаслись мясом свежим, мороженым, понятное дело. Вот вчера сделали закладку, сегодня хотим пополнить маленьким кусочком. И, пожалуйста, мороженое, мясо вчера положили совершенно без изменений. Твердая, да, Антон? Да, твердая, немножко отошло сейчас. Уже через пару дней только вернемся сюда, в мясную лавку. Вот это наша столовая. Мы ее сегодня построили. Трудились где-то 4 часа. Создали таким образом себе быт. Ну, довольно комфортные условия. На высоте 4300. Электричество, солнечные батареи. Здесь у нас борщ. Поливаем наш автоклав холодной водой. Температура падает. Он охлаждается у нас. И вот теперь, смотрите. О, все. Давление сбросили. О, теперь посмотрите сюда. Сейчас, 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 сейчас. О, какая красотень. А еще я хотел немножко похвастаться, какой мы сделали стол. Какая у нас мебель каменная. Смотрите. Ну как. О, о. О, какая вкуснотища. Через несколько дней работы на горе, честно говоря, испытываешь потребность принять душ и сменить одежду. На больших высотах это нереально. Но здесь, в базовом лагере, использовали солнечные дли до стирки и омовения. Здоровый дух не только в здоровом теле, но и в чистом. Между прочим, горный ручей стекает с ледника, что на километр выше нас. И течет он по скалам южного склона соседней горы. Поэтому вода довольно хорошо прогревается. Так что такое настоящий альпинизм по Пуговкину? Менее поспать, полежать, денек-другой, третий. Ну так что, все, одеваемся, выходим. Шри-на-са-шал-кандар-а-лая-кари, гаури-ума-шан-кари. Кау-мари-нигам-а-рта-го-чара-кари, ом-кара-бий-жа-кшари. Ом-кшал-квар-кава-та-па-та-на-кари, каа-ши-пура-дей-швари. Кау-мари-шан-дей-гар-пава-лам-бана-кари, ма-тан-на-пу-на-швари. Кау-шч-а-дри-ш-а-випуте-ваха-на-кари, прамханда-банд-одари. Лела-на-така-сутра-кела-на-кари, век-я-на-дип-ампу-ри. Шиви-швей-шам-ана-кари. Потеплело. Давай, рождение, миша. Как самочувствие? Слушай, хорошо, как солнышко вышло, так вообще и жизнь стала хорошо и весело. Пересекли ледник практически. Немножко совсем осталось. Вот это вот черное скальное образование, это баране убытоки. Сейчас посмотрим, где будем их обходить. Справа, слева. Нам ищем дорогу через ледник. В принципе, не так все сложно. Ледник открытый. Сегодня у нас разведка пути из первого во второй лагерь. Идем налегке. Местами находим натянутую на высоте 3-4 метров перила на скале. Это значит, раньше здесь был лед. Так, преодолеваем снежные мосты. На выходе уже с бараньих лбов. Это на переходе во второй лагерь. Вот вышли на снежную ледовую подушку. Трещин. Трещин много. Ну что, ребята, у нас первые потери. Это устройство называется термогрипп. И он когда-то работал. Буквально 3 минуты назад. При спуске дюльфером по веревке держал в одной руке, приспускался. И он у меня вылетел. Слетел со стены. Где-то метров 30, наверное, пролетел. Я так надеялся, что он будет целый. Ну, нет. Мы опять в первом лагере. Он очень комфортный у нас, потому что мы живем не на льду, не на снегу, а на камнях. И у нас есть лужа. Пьем воду. Делаем чай. Что, чем занимаешься? Да вот, Виталий Иванович. Ваш летун на разборе. Это к типикому. Это она у нее, что ли, пикает? Я не понял. Нифига себе. Она что, живая, что ли? Нифига себе. Вот это номер. Эта камера пролетела 50 метров. Упала на скалу. И она живая. Ни черта себе. Ремонт стабилизатора. Да какой стабилизатор? Оладушки я жарю. А у этого ручки шелудивые. Все БМО. Отвлекает меня от важного дела. Давай быстрее. За это колечко у нас будет подвешиваться груз, который будет оттягивать саму конструкцию. Предварительно напильником пришлось сделать, чтобы очень свободно ходила камера здесь. Так, ну камеру можно даже уже включить. Здесь за колечко проволочное будем подвешивать груз. Так. Ну что, теперь посмотрим, как она будет снимать. Вот так упаковывается рюкзак. В такой экспедиции. Рюкзак-то здоровый. 65 литров. Двуэтеровский. Плюс 10. Внутрь все не помещается. Снаружи вот так вот все упаковываешь. Двуэт. Плюс 10. КОНЕЦ. Плюс 10. КОНЕЦ. Плюс 10. КОНЕЦ. 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 Теперь GOPRO. Полезай сюда. Будешь вместе с Sony 6. Вот сюда. Проверим датчики, Антон. Тогда я его включу. Подсчитали с Антоном? При сходе лавины есть 10 секунд. Ровно столько массы льда летят до зоны выноса. Понятно, что за это время далеко не убежишь. Казалось бы, есть лыжи, можно удрать на них куда подальше. Но не так все просто. Подымаешься на комусах, и спуск вниз на маленьком уклоне будет чуть-чуть быстрее подъема. Нашли решение. Искали сераки, скальные стенки, за которыми можно спрятаться, и с принтерскими перебежками проходили лавинные выносы. Ну вот, отработали всего два дня на горе. Ощущение такое, что психоэмоциональная нагрузка достигла своего предела. Постоянное напряжение, ледовые обвалы, лавины, доски, по которым вчера весь день лазили. За день вчера прошли, набрали, наверное, метров 500. Провесили все имеющиеся у нас веревки. Больше у нас нету. Дальше тянуть еще надо минимум метров 300. Сейчас будем думать, что делать. Но тяжело, очень тяжело. Доисторический человек камнем пользовался, а современный скельпинист – лыжной кошкой вместо ножа. Капец, а? Интересно, а что скельпинист использует вместо туалетной бумаги? Антон Николаевич, камус, наверное? Камус? Это вы? Камус, да, мягенький. Это вы, что-то, Виталий Иванович. Сказки какие-то. А ничего, даже вкусное. Обычно есть много сборных. Мы оттуда прибежали. Сейчас только что был спринт метров на 200, на высоте 5800. Прибежали в укромное место. Относительно безопасное. Такая пещера здесь обнаружена. Интересная, красивая. О, Антон Николаевич, а дай я себя сниму. В отражении. Привет, чувак! Ну и сейчас готовимся наверх. Очередной ключик проходить. Мы в лагере 3, 6300, 6270, если точно. Буквально пару минут назад мы снимали видео о том, как мы здесь живем. Минут 5, наверное. А потом выяснилось, что я камеру, кажется, не включил. Вот такие, кажется, случаются на высоте. Ну ладно, повторим. Мы вчера 600 метров набирали весь день. Часов 9 или сколько мы шли? Почему 9? Мы в 8 вышли, в 9 я сюда залез. А, 11, что ли? 13. 13? Это еще потом мы здесь палатку рубили часа 2. Два часа рубили место. Мы спать легли полностью. Ну где-то так. В общем, гора очень веселая. Радует немножко совсем вид из окна. Вот здесь мы и живем по соседству с кулуаром, с которого постоянно сыпет мацкое место какое-то. Склон, по которому лезли заряженные. Кулуар внизу пробивается непрогнозируемо. Тут заряжено все в округе. Вчера практически ничего и не ели. Так воды натопили. поели поели жареной воды, потом поели пареной воды и легли спать. Место нашего лагеря. Лагеря 3. Такая вот миниатюрная площадка. Это дальше уже выход на гривень, куда мы сегодня не пойдем. Там до выхода еще далеко, да. Но мы сегодня не пойдем. У нас сегодня спуск вниз. Вот такой красивый. Подмерз Антон Николаевич. Ну так-то это вроде обеспуховой рукавицы холодно. И это 6300 вообще-то. Зябко. Нет, вот туда надо бы сейчас оказаться, да. Там по расписанию, без расписания товарники вон туда идут. Выносит все к чертовой матери. Что слева? Тут вообще молчу. Что справа? О, бог ты мой. Остатки перил видно с прошедших экспедиций древних. У нас сейчас будет спринт 200-300 метров очередной. ну сейчас хоть будет вниз спринт. Чуть попроще. Что, полетело? А, ну да, по голове такой стухнет, мало не покажется. Ты стоишь здесь, я иду под Сирак. Ты наблюдаешь меня там. Сирак у нас островок безопасности. Смотри, интересно, на Сираке как будто следы дочита. Ну это камни катились. Да, это камни. здесь единственные гуманоиды это мы с Антоном. Свободно! Вот она, убийца. Зона смерти на напорне не только выше 8 тысяч. Она вся есть, зона смерти. Похоже, в аду побывали в каком-то. Вот мы только-только-только спустились. это самое мерзкое место. Буквально через 2 минуты лавина пошла. olivine, ай, т shots, нужны. Вы словом, убившись, нас, 내맛liche preaching. Все, у нас свободно! Пошла! Снег хоть и сырой, но довольно хороший для такой каталки. Спускался с очень тяжелым рюкзаком. Высота, недостаток кислорода, 30 кг за плечами, останавливаться приходилось каждые 50-70 метров, но очень грел факт, что на сотни квадратных километров этот лыжный след единственный. Субтитры создавал DimaTorzok Тяжело на высоте кататься с таким рюкзаком. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Отказаться от дальнейшего восхождения Тяжелое, но правильное решение Это не укладывается в голове На протяжении года ты живешь этим восхождением Продумываешь все до мелочей Засыпаешь с мыслями об экспедиции Просыпаешься с мыслями о горе Голова полностью занята наваженными в некой связи Связи между тобой и горой Причем начинаешь ее воспринимать не как массу льда, снега, скал А как живой организм Иногда даже кажется, что понемногу сходишь с ума Решение принято Умом понимаешь эту необходимость, но сердце горит Рвется из груди И требуется время для принятия факта Чтобы без горечи и сожаления покинуть гору Покинуть, чтобы жить Три дня ушло на разговор с самим собой Это и есть дзен После которого благодаришь гору Смиряешься с фактом окончания экспедиции Начинаешь строить планы и жить в будущем Сегодня упаковываем вещи Собираемся уходить вниз Но такая ситуация сложилась То, что мы не можем позволить на вертолете улететь Это очень дорого Поэтому будем выбираться пешком Ждать, когда портеры придут Это очень долго Несколько дней Поэтому Приняли решение Поковать сильнейшие Большие тюки И сами самостоятельно Повесем все вниз Вот такие рюкзаки Насобирали Каждый килограмм Граммов Ну 60 я думаю Реально Не меньше Чего оба Да ёлки Да не могу Вот так Давай Чуть-чуть-чуть Оп Периодически снимаем координаты Высываем в Москву Чтобы узнать Спозиционироваться По карте Где мы находимся И как далеко От населенного пункта Ближайшего А идти нам Вон туда Музыка Так была разрушена надежда принять сегодня вангу. Нам все говорили, моста нет, готовьтесь купаться, вода, сами видите, чистая зата. Места, конечно, сказочные. Украина говоря, в Непале я еще такого не видел нигде. Второй час, наверное, уже идем по бурелому. Тропа такая, очень плохо ее видно. Так какая разница какая тропа тут, вон, смотри, что растет. Называется тропа. Тропа индейцев непальских. Кое-где ее видно едва-едва. Кое-где она пропадает, так угадывает. Но в целом идти можно. Ну уже час, наверное, по зоне леса идем. Котца и края не видно. Музыка. 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 Это не тропа. Это капсдец какой-то полный. Музыка. Музыка. Я по таким тропам еще точно не ходил. Музыка. Музыка. Ребята, это трындец. Хороший трек. Уже и лесенки появились такие нормальные, человеческие. Кроме говоря, уже радость некоторая. Неужели к цивилизации подходим? Ну и вот она радость. Мостик. О чудо! Мы видим мост уже такой цивилизованный. Значит где-то, ну максимум 3 дня пути уже будут люди. Хотелось бы к обеду. Мы к людям выходим и пить. Пипец. Смотрите они там, живые. В палатках люди. Гуму сапиенс. Наконец-то. Три недели не видам.